Привет всем! Сегодняшнее видео будет о пятом семестре третьего курса. Да, для меня наконец-то уже третий курс позади, поэтому я готова поделиться с вами своим опытом, как прошел этот учебный год в Польско-японской академии информационных технологий, конечно же. И я очень надеюсь, что данные видео, они помогают вам правильно подготовиться к тем или иным предметам и также правильно распланировать свой учебный год. Поэтому погнали разбирать, что вас ожидает на пятом семестре. Поехали! Если, в общем, смотреть на всю эту картину, то пятый семестр это самый простой семестр, поэтому я уверена, что у каждого из вас есть какие-то свои цели, мечты, которые вы так долго откладывали и думали, что вы начнете реализовывать это все, когда у вас появится время, так вот оно то самое время. Пятый семестр третьего курса. Самый простой семестр, когда вы можете найти работу, когда вы можете подготовить свою CV, когда вы можете пройти какие-то курсы, когда вы можете начать свой личный стартап. Дерзайте! Дерзайте уже! Начните с лета, потому что это все также не такой уж простой, мне кажется, путь, даже если вот, например, вы захотели найти работу, пока вы сделаете CV, пока вы начнете рассылать его. Это все занимает много времени и усилий, поэтому начните уже. У вас есть только один семестр, потому что шестой семестр это самый сложный семестр. Да, вот такой вот контраст почему-то получается, что пятый семестр самый простой за всю учебу и шестой самый сложный, поэтому правильно распределите свое время, обязанности и начните потихонечку идти навстречу своим мечтам и целям. Желаю вам удачи в их реализации. А мы приступим к разбору всех предметов по порядку, как обычно мы это делаем. Поехали! На пятом семестре вас ожидают пять предметов, не считая физкультуры и иностранного языка. В моем случае это польского языка. Основные предметы давайте разберем по порядку. Да, кстати, хотела сказать то, что у нас нету никаких дополнительных предметов. Возможно, поэтому этот семестр является таким простым. Что у нас по основным предметам я хочу взять сразу два предмета одновременно для дискуссии. Это ZPR и BIT. Почему сразу два? Потому что концепция работы очень похожая, потому что и там, и там вы формируете команды, состоящие из трех-четырех человек, и в команде вы должны придумать какую-то стартап-идею, конечно же, в IT, и с ней работать на протяжении всего семестра. На BIT вы будете продумывать этапы менеджмента. BIT – это вообще IT Project Management, поэтому там вы будете смотреть на общую картину бизнеса, что вообще может произойти с вашим стартапом, для чего он, как он работает и так далее. На ZPR вы будете смотреть с более технической стороны, там вы уже будете делать какие-то диаграммы, схемы больше. Каждый урок вам будет даваться какое-то задание, которое вам нужно будет выполнить. В основном это все просто какая-то документация, и все эти задания, вот, например, по быту, все эти задания потом по итогу идут в одну большую документацию. Я, наверное, покажу на экране, как выглядела наша документация. Я работала в команде из трех человек. Я, Валентин и Артем. Привет, ребята, если вы смотрите это видео. Из нас получилась неплохая такая команда, и неплохая, по-моему, даже работа. Вот. Но в основном, что хочу сказать, что самое главное на этих предметах, это просто выполнять все в свои сроки. Я вообще хочу посоветовать вам взять и сделать так, чтобы выделить каких-то два или один даже день в неделю, который вы будете посвящать учебе. Все остальное время в вашем распоряжении. На работу, на проекты, вы помните. На ваши идеи. Поэтому, да, я думаю, что вы сейчас смотрите, если вы уже на втором курсе, вы думаете, как вообще возможно только два или один день уделять учебе, и все остальное это для вас. Да, такое возможно, это пятый семестр. Вот, посмотрите. Я надеюсь, что у вас так же и будет. Дальше. Давайте посмотрим на такой предмет, как ГРК еще. ГРК — это графика. Что вы там будете делать? Значит, за первая половина семестра вы будете писать на JavaScript. Но я думаю, что сейчас, возможно, многие такие обрадовались и думали, что «О, я выучу JavaScript. Интересно?» Нет, не тут. Здесь JavaScript будет нацелен именно на графику, именно графический JavaScript. Не для веб-программирования, так сказать. И вторая часть данного предмета будет посвящена 3D-графике. На самом деле я не очень довольна, что происходило, потому что у нас были старые инструкции. Как обычно, ты просто сам ищешь что-то, сам что-то делаешь, выполняешь все эти задания. Поначалу JavaScript интересны какие-то интересные логические задачки, возможно. Но насчет графики, 3D-графики особенно, не могу сказать, что что-то меня как-то так вдохновило или понравилось. Нет, но попробовать интересно. Вот такой вот предмет. Ничего больше сказать, в общем-то, не могу. Просто так же будете каждый день делать какие-то определенные задания, каждую неделю новые задания. И все. Главное, пожалуйста, определитесь со сроками и не опаздывайте со сроками. Следующий предмет это PRO. PRO это уже у всех индивидуальный предмет, потому что каждый из вас выбирал свой собственный профиль. Мой профиль это база данных. На PRO вы просто будете подготавливаться уже к имплементации вашей дипломной работы. То есть вы должны будете определиться с идеей, вы должны будете уже подготавливаться к написанию документации для вашей дипломной работы и так далее. То есть и данный предмет у вас будет и на пятом семестре, и на шестом семестре, и на седьмом тоже. Это все просто дипломная работа, считай. И еще один предмет, пятый предмет, это TIN. TIN там было больше веб-программирование какое-то, JavaScript был, Node.js был. Интересненько, полезно достаточно. И да, это единственное, наверное, программирование, которое у нас было за весь семестр. Это вот этот предмет TIN. Ничего сложного в нем нету. Он вообще называется Internet Technology, по сути. Поэтому все, да, это все пять предметов. Больше ничего не было. Я сейчас просто еще смотрю в список, который себе выписала. Да, вроде бы ты ничего не пропустила. Хочу только, да, единственное сказать, что дерзайте, реализовывайте свои идеи еще раз. Повторюсь. И также, пожалуйста, не забывайте о дедлайнах на учебе. Просто делайте каждую неделю, делайте что-нибудь, и это уже хорошо. Не оставляйте все на последние сроки. А я вам желаю удачки. И я очень надеюсь, что за этот семестр произойдет что-то такое, что правда изменит вашу жизнь. Поэтому до новых встреч. Пока-пока. Да, что произошло у меня в этом семестре? Я просто нашла себе, наконец-то, работу. На самом деле, не все так просто, но все равно. Еще летом я начала подготавливаться. Я взяла курсы на УДОМИ. Спасибо моему другу Ризо. Если ты смотришь это видео, привет тебе. Я, значит, по его советам взяла несколько курсов. На основе уже этих курсов я начала себе создавать свое CV. Вписывать, что я умею, что я знаю и так далее. После я начала подавать заявки. И спустя один семестр, спустя полгода я только нашла себе работу. Поэтому, да, это непростой процесс. Не быстрый. Если это ваша первая работа, тем более, ваше первое резюме. Поэтому подготовьтесь заранее. Я желаю вам удачки, если вы в такой же ситуации. Я прекрасно вас понимаю. И верю, что у вас все получится. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok